Грамотно выражать свои мысли и отстаивать личную точку зрения. Научиться этому можно в клубе парламентских дебатов «Есть идея». Он действует в Лабытнанском центре детского творчества. Накануне там прошли четвертые межмуниципальные соревнования по парламентским дебатам среди молодежи города Лабытнанги и Приуральского района. Дарья Самородова расскажет подробнее. Городской клуб «Есть идеи» существует в центре детского творчества пять лет. За это время выпустилось три поколения дебатеров. Для развития хороших ораторских навыков ребята проводят зональные турниры. Так Лабытнанги принимают у себя Приуральский район уже в четвертый раз. В этом году клуб собрал школьников восьмых и девятых классов. Парламентские дебаты – это спорт по правилам. Здесь необходима определенная технология, которой вначале нужно обучиться. В итоге участник учится правильно выражать свое мнение и отстаивать его перед судьями. Никита Бойко на протяжении трех лет оттачивает ораторское искусство «В клубе есть идеи». В этом году на дебатах он исполняет роль судьи. Суть игры заключается в том, чтобы убедить судей. То есть они меня должны убеждать. Я как чистый лист бумаги, они мне должны закладывать все, что они думают. И на основе этого я буду принимать решение о том, кто меня убедил, а кто меня не убедил. А вот Анастасия Шевченко из поселка Харп. Всего год увлекается дебатами. Но за это время втянулась и увлеклась риторикой. Она научилась составлять аргументы, анализировать ситуацию и доказывать свою точку зрения. Такие навыки, говорит Анастасия, обязательно пригодятся в будущем. Какой-то обычный спор. И все равно это помогает более точно доказывать. Потому что на дебатах надо искать аргументы, надо анализировать это все. Конечно, это в жизни помогает. И я думаю, это в дальнейшем тоже поможет. Встреча людей из разных городов помогает расширить свой кругозор и сделать дебаты более интересными. В этот раз 10 человек приняли участие в разных форматах. В одних акцент сделан на командную игру, в других приходится надеяться только на себя. Вообще в дебатах очень много форматов. Но на Ямале пользуются популярностью, скажем, действующие живые форматы. Это британский парламентский формат, где играют 4 команды. Две команды в позиции «за», две команды в позиции «против». То есть всего в игре участвует 8 человек. То есть такая многочисленная получается игра. И есть такой формат, он наиболее нравится, кстати, нашим именно ребятам. Называется «Линк и Дуглас». Это когда один на один. Ребята спорили на разные темы. Например, приводили аргументы на вопрос, моден ли сейчас патриотизм. Обсуждали, правда ли, что ямальцы – самый счастливый народ. А также анализировали тему, должно ли стать изучение литературы в школе необязательным. По жеребьевке одним приходилось рассказывать о преимуществах этого предмета в школе, другим – о его недостатках, причем вне зависимости от их собственного мнения. Надо сказать, эта тема у ребят вызвала массу эмоций. Игра проходила очень накаленно. То есть была актуальная тема, очень актуальная про литературу. То есть что литература в школе необязательна. Нам, в моей команде, выпала позиция того, что литература обязательна. И это очень радо. Это тот случай, когда, как говорится, подфартило. Потому что я очень люблю литературу. То есть моя дальнейшая жизнь будет связана именно с ней. По итогам дебатов были выявлены чемпионы. В британском парламентском формате ими стали Анастасия Шевченко и Анастасия Батько из Харпа. В формате Линкольн-Дуглас чемпионкой стала Загидат Магомедова из Лабытнанского клуба «Есть идея». Дарья Самородова, Григорий Волков. Программа «Время местное».